Возможности российских вооруженных сил позволяют отразить любую военную угрозу, но преимущество важно сохранить. Об этом сегодня Владимир Путин говорил на коллегии Минобороны. В числе главных задач президент назвал исполнение оборонзаказа, дальнейшее обновление техники в войсках, социальные гарантии военнослужащим. Репортаж Тимура Сиразиева. Армия к защите рубежей готова, убежден президент. На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого. И в то же время я хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой во модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить. Спасибо. Вы вчера говорили об укреплении боевого потенциала стратегических ядерных сил. Вы не смогли бы сегодня более подробно про эти планы рассказать? Вы не могли бы более точно сформулировать Ваш вопрос? Отдайте микрофон, пожалуйста. Что Вас заинтересовало в моих высказываниях на встрече в Министерстве обороны? Вот конкретно. Ну, конкретно меня интересует, скажем, если речь идет о производстве новых видов ядерного оружия. Или мы, конечно, знаем, что это очень тяжелый труд без ядерного испытания, которое запрещено. И, может быть, мы не смогли бы просто реагировать на вчерашнее тоже заявление господина Трампа тоже по поводу его позиции в ядерном оружии. Ну, что касается вновь избранного президента Соединенных Штатов, господина Трампа, то здесь нет никакой новизны. Он, в ходе своей предвыборной кампании, говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединенных Штатов. О укреплении вооруженных сил здесь нет ничего необычного. Честно говоря, меня немножко удивило высказывание других официальных представителей действующей администрации, которые почему-то начали показывать, что вооруженные силы Соединенных Штатов являются самыми мощными в мире. А с этим никто не спорил. Я же, вот если вы внимательно слушали, что я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключении сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального, внимание, агрессора. Это очень важно. Это не случайно я об этом сказал. Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора. Я могу сейчас повторить это. И я сказал, почему. И в силу модернизации вооруженных сил, в силу нашей истории и географии, и в силу сегодняшнего внутреннего состояния российского общества. Здесь комплекс причин. Не последнюю роль играет, конечно, и модернизация вооруженных сил, как обычной её составляющей, так и ядерной триады. Должен сказать, и здесь не секрет, но мы этого не скрываем. Действительно, мы проделали очень большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала Российской Федерации, наших вооружённых сил. Это касается и РВСН, ракетных войск стратегического назначения, то есть тех, которые расположены на суше. Это касается морской составляющей. Известно, мы же ничего не скрываем. Вводятся в строй новые атомные подводные лодки стратегического назначения с новыми типами ракет на борту. Это касается и авиационных составляющих, и по носителям, то есть по самолётам, и по ударным системам, которые у них под крылом. Мы действуем в строгом соответствии, я хочу это подчеркнуть, в строгом соответствии со всеми нашими договорённостями, в том числе и в рамках СНВ-3. Но, и вот это, я ещё раз вернусь к тому, что считаю чрезвычайно важным. В 2001 году Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне. И этот договор, безусловно, являлся кроеугольным камнем всей системы международной безопасности. И нам тогда было сказано, мы делаем это не против вас, а вы, на что я сказал, мы должны будем как-то реагировать, и должны будем совершенствовать наши ударные системы с преодолением систем противоракетной обороны. Так вот, нам было сказано, а вы делайте, чего хотите, мы исходим из того, что это не против нас. Мы делаем это. Просто многие предпочитают это не замечать. Но происходит именно то, о чём мы как бы договорились, о умолчании, без всяких бумаг. Ничего нового здесь не происходит. Но почему официальные лица действующей администрации вдруг начали заявлять о том, что они самые сильные, они самые мощные? Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше. А мы с этим и не спорим. Мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора. И это так. Ситуация уже меняется. Для НАТО главная угроза России. Об этом сказано в документах Альянса. В Прибалтике и Польше в 2017-м должны разместить 4 усиленных батальона и бронетанковую бригаду. Вдоль наших границ значительно активизировалась разведка. НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство которых имеют антироссийскую направленность. Например, в Уваженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне в Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. Последний раз такой метод обучения войск применял фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны. Ни одно изучение иностранных государств не осталось без внимания, особенно в приграничных районах. Результаты каждого из них проанализированы и учтены в учебно-боевой деятельности войск. США продолжают развертывание системы противоракетной обороны в Европе. В планах Япония и Южная Корея. Новые установки МК-41 универсальны. На них можно разместить до 300 крылатых ракет. До наших границ они долетят за 10 минут. Кроме того, в Бельгии, Германии и Нидерландах Америка заменит на новые 200 ядерных авиабомб. Поэтому, по словам президента, особое внимание нужно уделить совершенствованию ядерного щита. Именно он играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета. Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил. Прежде всего, за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Стратегические и неядерные силы также необходимо выводить на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России. Ракета, способная преодолеть любые существующие ПРО, уже создана. Разработка секретная, однако в прессу просочилась информация об успешном испытании гиперзвуковой боеголовки перспективных межконтинентальных ракет. Снаряд летит со скоростью, превышающей 5 км в секунду. Совершенствуется и наша система наблюдения. На дежурство поставлены 74 радиолокационные станции, в том числе комплексы НЕБУ. Для них нет самолетов-невидимок. Радиус действия 600 км на 200 больше, чем у американцев. Все это позволило впервые в истории Новой России создать по периметру наших границ сплошное радиолокационное поле, система предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических, воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет. К 2020-му вооружение должны обновить на 70%. В этом году доля новой техники составила 50%. В армию поступили 139 новых самолетов, 24 корабля, 2 подводные лодки, 41 баллистическая ракета. Почти на 3000 единиц бронетехники обновили сухопутные войска. Надо отдавать себе отчет в том, что для столь масштабной программы перевооружения 5 лет – это не такой уж и большой срок. И любое промедление в выполнении ее заданий может вызвать сбой в производственной цепочке, восстановить которой будет потом весьма сложно. Поэтому санкции за срыв контрактов должны быть максимально строгие. При этом важно оперативно выявлять причины нарушений и своевременно их устранять. Проверкой на прочность новой техники стала операция в Сирии. Там испытаны многоцелевые истребители Су-35С, крылатая ракета Х-101 и ракетные комплексы «Калибр». Новейшая техника обезопасила работу наших саперов. Робототехнический комплекс «Уран-6» – полностью отечественная самоходка. На цепях специальные грузы, под весом которых и детонируют мины. Сирийская компания позволила выявить и устранить недостатки новых образцов. В целом эта операция стала серьезным испытанием для всей российской армии. 60 тысяч боевиков ИГИЛ контролируют более 70% территории Сирии. Такие данные были озвучены на коллегии Министерства обороны год назад. Тогда на основании этих сведений был сделан вывод – есть реальные угрозы переноса боевых действий в Среднюю Азию и на Кавказ. Целый год летчики, в том числе дальние стратегические авиации, уничтожали склады, командные пункты, военную технику боевиков. Военно-воздушные силы выполнили в этом году налет, как никогда, 340 тысяч часов. Это огромный объем работы, и это налет на одного летчика не менее 120 часов. Наши офицеры участвовали в переговорах. Именно российские военные оказывают гуманитарную помощь беженцам. Десятки тысяч людей размещены и накормлены. При поддержке России сирийская армия освободила почти полтысячи городов и деревень. Один из главных результатов – освобождение Алеппо, второго по величине города Сирии. Владимир Путин поблагодарил всех участников операции за профессионализм и мужество. В этом году наши военные проявили себя и в других регионах. Масштабные учения прошли в Арктике. Самый знаковый из них – это высадка впервые в истории морского десанта с большого десантного корабля Кандапога на хвостов земли Александра. Военные не просто осваивают Арктику, но и очищают ее от мусора, оставшегося советских времен. Уже вывезено 6,5 тысяч тонн металлолома. В 2017-м на Северном полюсе откроются еще две станции. И чтобы наши военные могли и в будущем выполнять свой долг, нужно вовремя решать вопросы социального обеспечения, отметил президент. С января 2012 года в системе Минобороны очередь на жилье уменьшилась в 2,8 раза. В 2016-м году служебным жильем обеспечено 27 тысяч военнослужащих, а в постоянном – почти 20 тысяч. В рамках накопительной ипотечной системы квартиры приобрели 14 тысяч военнослужащих. Нужно всегда помнить, заботу о личном составе, укрепление социальных гарантий солдат и офицеров – это важный, важнейший вклад в воспитание молодого поколения защитников Родины. Залог престижа воинской службы и авторитета людей в погонах. После коллегии Владимир Путин встретился с командующими войсками военных округов. На встречи перед генералами были поставлены задачи на 2017 год.